Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Всем здрасте! Ребят, вот такие вот динозавры, пожиратели травы. Немножко расскажу о бролерных индюках в этом видео. Что они едят, сколько они едят, как растут. Сейчас они у меня на стартовом комбикорме. Чередую я стартовый комбикорм со своим комбикормом на основе сои. Сои 30%, горох, процентов 5, ячмень, кукуруза, пшеница, макуха. Макуха, немного совсем. И проса. Все плюс-минус в равных количествах, конечно, меньше макухи. Я даю, потому что свои дробленка на соевом шроте. Соевый шрот, процентов 25-30, плюс-минус. Вот день они съедают вот такую вот кормушечку старта. Ну, естественно, они еще разбрасывают неплохо. Потом его пускают, цыплят, они подбирают под клеткой. Едят траву. Таких два веника. Я им делаю один с одуванчиковой, один с обычной травы. Там пырий или же, ну, любая трава. Там и лобода попадается, ничего страшного в этом нет. С парыж. С парыж тоже очень хорошо они поедают. Это одна из их любимых трав. Ну и, конечно же, крапива. Крапиву я вам покажу уже в следующем видео, как они едят. Покажу, как она у нас в этом году выросла. А так, никаких проблем с ними нет. Одно единственное, сильно боятся они сквозняков. Желательно, чтобы не было серьезных сквозняков. Ну и влага. Если в таком возрасте от индюшата попадут под конкретный дождь, то есть вероятность большая, что они заболеют. Так что, оберегайте их от дождя. Лучше их содержать в таком возрасте в помещениях или же на выгуле. Но, когда начинается дождь, быстренько-быстренько их забирать от дождя. Потому что, может, плохо это все закончится. Едят они много. Грудки у них уже такие набитые, классные. Они кругляши такие. Никаких, еще раз повторюсь, проблем в их выращивании не наблюдалось. Рано я в этом году их взял. Ну, рановато, ну, как рано. Взял, как, в принципе, не рано, но у нас зима затянулась. И поэтому долгое время я их под лампой выгревал. Поэтому немножечко накладно. В этом году у нас получилось с индюшатами. Да и, в принципе, со всеми птицами, которые рано вывелись. И с цыплятами в том числе. К еде они непривередливые. К условиям содержания тоже. Особое большое пространство им не надо. Но это не обычные индюки, которые летают, прыгают. Они намного спокойнее. Ну, естественно, они у меня в этой клеточке временно. Сейчас я уберу оттуда белых индюков. Большое помещение. Сейчас хорошо взошла люцерна. Она подымется и они выйдут у нас на свободном выгуле. Как и в прошлом году я их содержал. Таких же индюков содержал на люцерне. Люцерны было мало, конечно. Но на траве я имею в виду. Сейчас у нас тут сборы. Я нарвал травы. И ребята пришли. Ну да, на балки ж мало травы. Ящика поинтересней. Натырить. Так что сейчас я покажу вам взрослого индюка. Я его буду убирать. Покажу тушку. Покажу, расскажу все. Что почем, какой возраст, какой вес. Постараюсь все вам рассказать. Вот этого парня сейчас я буду убирать. Сейчас хочу взвесить его. Кину его на весы. Живым весом. Потом тушкой. Ему 11 месяцев. Он был самый-самый мелкий из всех своих братьев. Поэтому я его решил оставить. Вот таким обычным белым индюшком. Думал, получится что-то хорошее, тяжелое, крепкое. С хорошим иммунитетом. Но не смог он получить потомство. Почнее, мы не смогли. Он не смог нам его дать. Так скажем. Потому что он тяжелый, он жирный. Скорее всего, сперматозоиды его не годят. В общем, будем его убирать. Все, я сейчас вам покажу, какой вес. Попробую его донести туда, до весов. И уже буду его резать. Вот наши весы. Ноль. Поднулил тару. Постал я вот такой ящик. Вот наш красавчик. Фух, сейчас. Ну и вот, друзья. Почти 15 килограмм. Я не скажу, что это прям там вау-вау для 11 месяцев. Но я повторю, что я оставил самого мелкого. Думал, что получить у него потомство. Но не получилось. Он такой, не особо там габаритный. Он был самый-самый такой коротенький, маленький. Поэтому 15 килограмм в 11 месяцев. Сейчас посмотрим, что по тушке. И потом немножко расскажу вам о рационе. Потому что я уже в своих видео рассказывал о рационе. Но, возможно, есть новые подписчики, которые только пришли на канал. И им будет интересно. Ожидаемая ситуация. Сейчас я вам покажу. Вот такое. Я не знаю, показывал. Я вам не показывал. Вот ведро. Сюда ставлю. Голова вниз. И такая вот интересная приспособа. Я не помню, показывал или нет. Очень удобно. Сюда я ставлю тазик. Кровь стекает в тазик. И отдаю курам. Очень удобно. Очень все фиксируется. Показывать, естественно, как это делать. Это я не буду. Потому что это зрелище не из приятных. Конечно. Оно никому не надо. А так очень удобно. Но я боюсь, что он может вырвать вот это все движение. Сейчас будем пробовать. Потом вам покажу, вырвал или не вырвал. Ну вот, ребята, получилась вот такая вот красивая тушка. 13-300. 15 килограмм живой вес. 13-300 тушка. Такая вот красотень. Такая вот грудина массивная. Ну, он, конечно, я же говорю, поменьше всех остальных был. Он такой коротыш. И тех, которые мы убирали в 6-7 месяцев, конечно, были такие длинные. Этот такой вот куценький. Вот результат кормления на своем корме. Стартуя их буквально 2 месяца. Я всегда вам вот это рассказываю. Раньше стартовал месяц. Теперь за того, что соя, в принципе, по деньгам получается дороже, чем стартовый комбикорм. То лучше стартовать стартом. Потом перевожу постепенно на свою дробленку с вот этой, с применением своего шрота в 30%. Эту всю смесь я смешиваю рыбьим жиром. Пару раз в неделю рыбий жир им добавляю в корм и перемешиваю с кормом. Изначально я кормлю старт, яйцо. Яйцо не особо большое количество. Большое количество зелени. Это укроп, это зеленый лук. Это крапива, когда она уже есть в больших количествах, неограниченных крапив. Можете давать. Это люцерна. Ну и немножко они подрастают. Когда им уже не страшны ни дожди, ни ветры, ни холода, ничего. Мы их выпускаем уже сюда себе на участок на люцерну. И они сами уже пасутся. Такие результаты. Это настоящее домашнее мясо. Ну вот в принципе и все, что хотел рассказать по поводу бройлерных индюков. Эта птица нам очень полюбилась. И по сравнению с бройлерными корами, конечно, намного вкуснее и мясо. Намного сочнее. И выход мяса, естественно, в сколько раз больше. Ну и едят, соответственно, больше. Но тут есть один плюс. То, что вот эта птица очень много зелени потребляет. И за счет этого экономия корма. Ну и 13 килограмм у нас мы забивали были. И 11 был, и 15 килограмм выход уже тушки. А бронза была 18 килограмм. 16 с чем-то был выход тушки. Бронзовый бройлерный индюк. В общем-то я уже отошел от того, что хотел рассказывать. С этого индюка получится у вас и пельмешки, и котлетки, и беточки, и тефтельки, и фрикадельки. Я не знаю, ну много чего. И шашлык. Здесь его можно порезать на куски, на прекрасный шашлык. Шашлык изумительный с индюшатиной. Если правильно замариновать. Ну и, конечно, супы, борщи. В общем, шикарное мясо. Я всем рекомендую заниматься индюшатиной. Потому что вкуснее мяса, чем индюка, честно скажу, наверное, нет. Поэтому оно всегда в цене. Поэтому на него всегда есть спрос. Все. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч на просторах YouTube. Ставьте лайки, дизлайки и не забывайте за колокола. Субтитры сделал DimaTorzok